всем привет я уже пришла с работы сейчас буду тут супчик варить ну как сюда как позавчерашний с вот такой лапшой свежий что-то у меня много мяса потому что супа уже нет а мяса дофига мы не очень любим мясо в супе поэтому с мясом всегда у нас вот так вот много мяса и мало супа заехала в лидл взяла тут немножко чай вот с лимоном по моему да с лимоном черный он не такой крепкий поэтому годится яйца взяла треску вот такую она вымоченная уже пунту дель саль буду делать треску с томатном соусе покажу вам рецептик это была сушеная треска и она уже вымоченная продает уже вымоченную можно купить сушеную это вот хлеб мужу где такой не ем а вот еще купила от газов тебе фенхель здесь нет укропа но есть фенхель поэтому это приказ с одной тоже семейства он там жвачки и тут у меня ворло пишите вот такой вот как холлс типа того сейчас пойду переодеваться пока суп варится и кушать лежу себе никому не мешаю яйца привезли у нас есть такие машины ездят и возят яйца и кричат о яйца туда наверное где-то привезли прям слышала в общем лежу никому не мешаю и тут мандыкс мандыкнулись часы мало того что они мандыкнулись они еще и разбились их запоказывала в алиэкспресс я вот на такую штучку вешала вот тут видите вот так они у них вот есть с той стороны вот такие липучки но так как батарейку менять и липучки уже не работают в общем блин обидно то жалко досадно ну ладно надо как-то посмотреть какие-то другие часы яйца 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 эти яйца продают с фермы то есть они всегда свежие и фермерские в общем вот такие дела буду клеить на клей момент сейчас попробую наклею я так все делаю и все прекрасно держится но знаете перетрухала лежим с чарли такие смотрим там я в ютубе лазью и тут слышу клавы думаю что это вот так вот мандыкнулись мороженка минута слабости сейчас буду смотреть не знаю что смотреть либо телек либо сериал рыба моя рядышком я иногда прикрываюсь пледом да да как мне иногда холодно бывает и такое хотя в пижаме с коротким рукавом нахожусь но так как открыта дверь иногда сквозит и вот приходится ну или вдруг так тебя на сон потянет грядущий и так прям раз-раз укроешься и так уютненько то есть не совсем еще жарко чтобы ну редко конечно я ему укрывать но я же мерзрячка я даже летом укрываюсь поэтому я вот все задумываюсь одеть ну покрывал достать уже летняя мне его уже достал но так как я еще укрываюсь вот этим то как бы смысла не вижу пока мне холодно вот чарли поиграл теперь у него чистка чистка лап вот так вот он может видите чистюля какой чистюля вылизывает себя сейчас у нас съеста будет хотя уже съеста прошла мы уже скоро гулять пойдем батарейка садится надо ее зарядить ну где мне еще быть в это время как не в своем любимом парке вот смотрите смотрю я всяких там логеров украине в россии турции у них везде жара все от жары маются все кричат жарко жарко в испании нет знаете я иду и местами мне бы не помешала кофточка как такое может быть ведь испании это жаркая страна или как мне кажется или как посмотреть что творит смотрите что творит и вот и траву скосили она краска лючий такая вот ему чешется он линяет там ребятишки они ходят по этому канату смотрите как здорово канатах каната ходцы осень детей нету как-то странно очень странно это бой смотрите мои влоги увидели мои влоги увидели будут чистить прикол бедные рыбки лягушки и вся остальная живность куда они делись все лягушки наверное куда-то прыгали кстати они может быть тут где-то прыгают я лягушек не переношу просто у меня на них паника если на меня прыгнет одна лягушка мне кажется меня даже может быть сердечный удар это не шутка я не знаю может быть у вас у кого-то тоже есть такие какие-нибудь панические знаете атаки отношения каких-либо млекопитающихся или животных чарли там друга нашел вот у меня так с лягушками терпеть их ненавижу чарли бы на ки бэн там играет но тут походу они куда-то скакали может быть сюда и этот не выпустили потому что много рыб я уже наверное задолбала с этим прудом в общем погода у нас не летняя не совсем не жарко как у всех остальных а даже сказать можно сказать прохладно но на следующей неделе уже обещают потепление так что посмотрим что там и как будет потому что уже если честно как-то не знаю я люблю жаркое время года они такую прохладу ну и где это за болтуса вон там он играет он нашел себе друга черного и играет видеть его барабан нет он следит где я аж хрипит весь как бегает а аж захрипел а еще вы знаете я за вчера и за сегодня слопала всю черешню ну конечно я так говорю как будто меня было пять килограмм не всего был полкило поэтому я сейчас дела пару евро и зайду сейчас фруктовый магазин где подешевле и возьму себе еще черешни прям так она как семечки только семечки намного калорийнее ой я вчера нащелкалась так пить хотела и когда хоть ушла вышла гулять не живот был как бочка знаете напичкана водой я шла и булькала в прямом смысле этого слова там по-моему собаки ругаются и хозяева хотят разогнать вообще испанцы очень любят покричать пошуметь потом еще они говорят что мы кричим и шуме да они говорят что когда нас слышат им так кажется что мы ругаемся я говорю это вы себя не слышали ой а мы как я когда немцев слышу всегда думаю у них такой говор как будто они ругаются мне кажется каждой нации когда говорит громко или что-то такое ощущение что они ругаются а это все никак не это не накувыркается посмотрите он там большая собака так о чем то я что я там говорил то я уж и забыла ну что черешню все сожрала да вот сейчас пойду покупать еще даже арку я очень люблю черешню я его кстати я за когда зашла в ледов сегодня она тоже появилась то есть сезон начался и будем теперь наслаждаться рубрика мотоцикл поныне там возобновляется доходит до смешного машины поменялись с этой стороны на эту и мотоцикл стал на свое место все теперь он оттуда не двинется сейчас приду и расскажу вам откуда у меня взялся шарик в общем шла я шла по домой а вы знаете у нас сейчас предвыборная компания идет еще робота робот робот это тут был вот что у нас предвыборная компания скоро будут выборы в мире а также что у нас очень много родственников которые связаны с политикой и работают в мэрии так вот встретила родственника он мне давай мне давай значит шарик дал какую-то фигню вот эту но это евросоюз это испания это андалусия что типа все вместе какую-то вот такую ну сюда данус они в партии сюда данус такую фигню это я вообще не знаю что это такое зачем мне это надо нифига мне это не надо ну шарик то нормальный все главные ду и все дети с этими шариками куда бы прилепить то ли кстати боится шарик он у меня вообще много чего боится фу жарко так и потому что где у нас мой дом находится небольшой горки мне приходится ее преодолевать так что я еще хотела сказать черешню купила черешня крупная хорошая смотрите какая марокканца взяла укроп и посмотрите какая черешня ну конечно подгнившая без этого никак вы знаете в испании круглый год клубника черника малина круглый год то есть без перерыва а черешня нет черешня но может быть потому что малина клубника все это кустарное а черешня это дерево я так думаю нет точно и может быть поэтому видите как ему жарко колючек набрал колючек набрал так что надо объедаться черешней и и и все вечере а сейчас я знаете что пойду делать рыбку рыбку треску в томатном соусе я помидоры уже достала не помидора это томатный томатную пасту которую я делаю сама из помидор и вы знаете сейчас я из этой рыбы буду доставать все кости так вот прощупывать ее и доставать чтобы есть было ее более удобно и резать наверное на такие квадратики порционно рыбу я почистила точнее сняла кожу с нее как вы могли бы заметить сейчас я ее буду обжаривать просто обжаривать не соли добавлять ни в коем случае нельзя потому что она и так уже была соленой и вымоченной поэтому достаточно соль вот просто вваливаю в муке и жарю не обязательно жарить знаете до готовности можно с двух сторон обжарить и усе быстренько жарю муку и муку жарю рыбу я насыпаю в пакет муку складываю туда рыбу и вот так вот трясу пакет вся рыба обволакивается мукой и жарю легко и просто и не мусорно на разогретую сковородку складываем нашу нашу рыбу смотрите как она видеть из пакетика стряхиваю лишнюю муку и нифига она еще не разогретая сковородка разогреется так складываем всю рыбку обжариваем у меня здесь 400 грамм рыбы треска треска сушеная и потом вымоченная это кто говорит что сушеная треска это кака нифига это не кака это очень вкусно смотрите руки все чистые на столе нет никакой муки ничего в общем замечательно пока у меня жарится рыбка берем одну среднюю луковицу и режем ее на квадратики скажем так вот такой и нарезаем луковицу после того как рыба пожарилась мы ее выкладываем в столенку и в это масло добавляем лук для обжарки после того как лук поджарился до золотистого цвета добавляем томатную пасту томатный соус даже не томатную пасту томатную пасту можно развести водой у меня так как у меня собственное приготовление поэтому будет еще вкуснее смешаем орегано или орегано это без обязательный ингредиент так как он у меня замороженный пола тут еще немного заморожен и потушим минуты две потушить минуты две еще остатки по роскоши тоже туда нечего и потушим минуты две пробуем на сон и и когда потушим минуты две добавляем туда рыбу особо не мешаем убавляем огонь скажем так закрываем крышкой и минут на пять тушим вместе томаты и треску но я буду это делать завтра чтобы есть это горяченьким у меня соус готов рыба готова просто вот в эту вот блин вот в этот соус добавляем рыбку вот так кладем и чтобы она все вместе как бы женилась минут пять и все рецепт готов и всем приятного аппетита завтра увидите что у меня и как получилось вышла из душа нанесла себе маску знаете тут на днях прочитала что маску на лице нужно да вот допустим это грязевая да не нужно ждать до того чтобы она вся высохла полностью стянула вашу кожу потому что пока она такая сырая мокрая на вашем лице она отдает свои как бы увлажняет кожу отдает свои витамины так как только она высохнет то она не только отдает она забирает влагу из кожи и наносит больше вреда чем пользы и имеет смысл быть как это сказать в общем есть логика в этом какая-то ну потому что я так подумала и она и правда когда высохнет маска первых мало того что она всю кожу стянет и во вторых чтобы ей улажняться она действительно вытягивает влагу из кожи поэтому я жду немножко и вот когда уже чувствую такой небольшой дискомфорт то я иду ее смывать но пока я ничего не чувствую потому что я только ее нанесла а вот и решила с вами попрощаться у меня сейчас большой брат сегодня на на телике пока реклама она в 10 начнется хват не хватает 10 минут пойду себе с чайку заварю и будем да он спит у меня уже отдыхает у него уже все режим вот прощаюсь с вами до завтра с вами завтра снова с вами встретимся в принципе как и всегда ну если вдруг ничего не случится будем надеяться что ничего не случится желаю вам всего самого на лучше всем пока и до завтра я